добрый день с вами лена стрим сегодня мы с вами будем делать вот такой маникюрчик красивый обещала попробовать новую базу и топ и соответственно делала вместе с ними вот такая вот база бель файл по поводу нее что могу сказать мне не очень понравилось не работать при толстом слое она слишком жгет в лампе вот прям очень то есть близ тоже ждет в лампе да если толстым слой накладывать но терпимо вот здесь я вытаскивала руку и только после того как чуть-чуть остынется обратно засовывал обмене как бы не очень это что мне не очень понравилось я сначала хотел попробовать вот этот вот цвет 1416 нанести у меня он начал убегать с кончиков плоховато ложится и убегать кучку поэтому ладно сменю гель-лак и взяла гель-фавор собственно которую мне сейчас нанесем 0 4 цвет красивый такой баклажановый цвет вот он я не замечал за гель-фавором чтобы гель-фавор именно убегал с ноготков с кончиков в этот раз он убегал и я думаю что это дело именно в базе в принципе с ней работать можно но если есть другая альтернатива выбирайте другую альтернативу на самом деле по такой по консистенции она не жидкая то есть более или менее нормально работать не скажу что прям отлично нормально ну с цветом вам сказала пластиночку который сегодня будем использовать вот такая серия есть у тренд лондон этот тренд hunter очень классно эта серия я сегодня использую вот такую красоту это у меня 18 номер это их новинка я думала что сделать потому что мне надо было все таки перекрыть на самом деле очень хорошо покрытие моё потому что мне не понравилось как лег вообще гель-лак на эту базу где-то и кончики все равно и не успела довести хотя гель-лак красивый поэтому будем использовать эту пластинку причем здесь рисунки очень интересно подобраны я отбрала вот эти два они как-то здесь деланы что можно брать то есть вот тут фрагменты видите широкая клетка то есть отлично можно сочетать вместе а здесь наоборот например широкая клетка цветочка здесь листочек тоже классно сочетать можно вот здесь опять же клетка и вот здесь вот цветами здесь сеточка вообще круто сделано само по себе вот здесь цветочки тоже там повторяется вот и я взяла просто два рисунка вот который друг на дружку находится берем с вами два лака для стенки на самом деле я думаю заказать их повторно потому что я не ожидала что такой классный эффект получится но реально классный это светло-голубой и светло-розовый т.м. вот то что хотят говорят я знаю что ты этому ругает что очень быстро он сохнет быстро быстро надо работать я успела и примерятся с рисунком и градиент с ним сделать и перенести рисунок я не сильно там быстро работала то есть нормально я здесь считал эти два рисунка это поэтому будем принципе делать то же самое ничего сложного здесь нет розовый наносим вниз голубой наносим вверх все это перемешиваем между собой рисунок у нас отпечатался и переносим на пальчик все единственное что вот здесь голубого больше поэтому я его сейчас переделаю раз голубого там больше просто переделаем его нанесем голубого также побольше как здесь вот у меня на всех вот этих рисунков верхних у меня голубого больше то есть он идет посерединке а вот на этом рисунке а поменьше делала голубого поэтому наполовину делает розовые цветочки голубой наш вверх красивый не зала для стемпинг потрясающе я жалею что только два продавца анализа из этих лаков и все соответственно ставим переносим можно было конечно по-другому перенести но голубой видно поэтому оставляем я предлагаю с одним рисунком закончить а потом перейти ко второму рисунку можно идти как я шла я делала и тот и тот рисунок одновременно вообще эти рисунки я понимаю можно вертеть по разному и это будет очень круто смотреть ой не то сделала видите слишком много голубого а здесь надо чуть побольше все таки розового а а а а а а а а а и а а и и и и и попадаете на середину, даже не примерно, а желательно посерединке попасть и отпечатать. Вот. Хорошо. Можно было побольше краски снять, но получается хорошо. Главное, на самом деле, несложно. Градиент, мне кажется, вообще самый простой такой вариант. Стемпель вы делаете градиент и уже получается интересно, необычно, очень нарядно. Я что-то смотрела, смотрела, думаю, что сделать? Столько вариантов, что сделать? Потом думала, боже мой, у меня же такие пластины есть. Неужели я их зря заказывала? Тем более, когда я их даже делала именно распаковку, просили маникюры. Вот. Трендхантер. Эта серия, конечно, потрясающая. Отличные прям новиночки. У них еще вышла новая серия. Хена, по-моему, называется. Ну, я зашла, посмотрела, но не стала показывать. Я жду от них заказа, когда придет уехать. Так, нормально. Упу, видите, сколько долго я примерилась. Все отлично переносится. Не знаю, что его ругает, этот Т. Быстро-быстро сохнет. Быстро надо переносить. Может, мне так повезло с ними, не знаю. Но всего два продавца на Алиэкспрессе. Я даже искала, знаете, как по поиску через фото. Нечего подобного не знаю. Нашла, опять же, те два продавца, которых я заказывала. Так, и здесь у нас верхний рисунок, большой пальчик. По-моему, я слишком много выбора сделала. Ну, что сейчас переделаем? Я надеюсь, вам все видно, что я тут потворю. Ну, какие же рисунки классные вообще. Просто потрясающе. Все. Вообще, все просто, я бы сказала, идеально. Просто, вообще, посмотрите, насколько это классно и насколько это быстро. Конечно, мой Лондон, это круто. Я понимаю, что их копируют. Но гравировку тоже скопируют, но все могут это. Вот что-то с этого коврика отлично, именно с белого стирается. Что-то плохо. Ну, вообще, посмотрите. Да, само оформление классное. У меня еще есть одна пластинка Trend Hunter. Тоже с ней сделаю маникюрчик обязательно. Я думаю, даже не один. 16-я тоже новинка. Вот так вот она выглядит. Ну, очень красивые здесь рисунки. И тоже я смотрю, они как бы элементы такие повторяющиеся. Видите, вот здесь вот прям. То есть, прям берите вот так вот рисунки и делайте. Красивые. Так. Ссылки на два этих лапка для стемпика я оставлю. Вот новый продавцам, которого я брала, у них как раз вот поодиночке они сейчас продаются. И у них получается, сейчас вот на эти бесплатная у него достатка, если поодиночке убрать. Ссылку обязательно оставлю. Ну, что, берем топ. Будем сейчас топом все покрывать. Вообще, мне уже нравится. Все красиво, все замечательно. Главное, у топа мне понравилась консистенция, опять же. Мне будет, знаете, что обидно, если у меня через день-два нить в этот идет. Вот очень красиво получилось. У базы точно нет. У базы... Ну, если только побаловаться. Я не скажу, что она прям самая плохая. Хуже есть база на Алиэкспресс, намного есть хуже. Тот же Розалинт. А, по-моему, Ильгид тоже не очень база. Мне вообще не очень нравятся жидкие базы. Но вот хотя СС у меня стоит, я нашла ее применение. Ну, не укидывайте, в конце концов, СС-базу. Я и применение нашла такое хорошее. Так, запечатываю край получше. Потому что я даже не знаю. Но, знаете, читала отзывы на Алиэкспресс. По отзывам пишут, что вообще все отлично. Будем надеяться. Может быть, я, знаете, как-то не слишком толстый слой делала. По выравниванию. Из-за этого токсина пекла. Но по выравниванию тоже. Двумя пальцами, два пальца сложно будет делать. Вместе по выравниванию. Я так делала, два пальца. Сложноватым. А выравнивание, если вы спиливаете, именно делал. У вас все равно остаются такие неровности. И выравнивание ногтевой пластины не нужно все-таки. Я в последнее время так все время делаю. Выравнивание ногтевой пластины. Тоже давно не снимала акрил. Обычно после снятия акрила, акриловой пудры, их размачивание снимаете. И по новой укрепляете. У вас свои ноготочки. Ровненькие. Вам не надо маскировать переход. А я давно этого не делала. Поэтому мне вот прям нужно выравнивать, я бы сказала. Кстати, знаете, необходимость повыравнивать. Мои пиво, еще. Класс. Сушу 30 секунд. Вот, кстати, даже сейчас жжет чуть-чуть. Может быть, куда-то на кожу попал жжет. Но, с другой стороны, здесь миллилитров, он бюджетный. Не знаю. Посмотрим, как носиться будет. С базой мне не понравилось, что он прям очень убегает гель-лак. Это минус. Я вообще не люблю сложности при нанесении гель-лака. У него нет липкого слоя. Я думала, почему-то есть, поэтому первый раз вот здесь вот липкий слой снимала, забыла, что нет. Значит, сейчас будем просто вытирать грязь. Грязь я вытираю всегда жидкостью, которую использую для снятия гель-лака. Здесь прям очень всю грязь, например, черную, собрать, с лаком, нет. Мне вообще сложно локти пищить. Я беру гель для снятия. Гель-лака. Он быстрее все смывает, быстрее очищает. Но это прям если... Все очень сложно. Смотрите, какая красота. Вообще, быстро получилось все. Очень. Прямо моментально. И да, уже не раз меня спрашивали. Еще раз повторюсь. Перед тем, как делать стемпинг на гель-лак, гибкий слой мы снимаем. Обязательно. Можно делать по-другому. Можете нанести топ. И на топ делать стемпинг. И покрывать обычным там покрытием для лака. И не нять. У меня просто есть вот от Мойра, но он все равно, оно размазывает. Опа-на. Смотрите. А, нет, все нормально. Я уже думала, топ не просушился и все. Это просто так. Я уже думала, все, топ не просушился, плохо. Все плохо. Все плохо. А тут, оказывается, нет. Все хорошо. Сейчас еще раз вам покажу, что делать. Если вот здесь вот запечатался у вас лавр для стемпинга, берете пилочку, вот эта у меня 240 на 240. Сюда ее подводите и просто шлифуете. Видите, все отходит. Если вам прям бежать куда-то надо, прям бежать никуда не надо, оставьте в покое это все. Потому что в любом случае именно гейл-лак, топ и база, они на коже не держатся. Они рано или поздно, вернее, они рано. Они просто отслаиваются от кожи. Поэтому говорят, что не надо здесь слишком-то кутикуле подводить и все остальное, потому что от кожи начинает гейл-лак отслаиваться и топ. И, соответственно, у вас все пока здесь отслаивается. Если вот, пойдете прямо на кутикуле на коже. Ну что, смотрите, какая красота. Мне прямо очень нравится. Легко, просто, быстро, но так интересно получилось. Круто. Вообще супер. И потрясающий вот цвет, конечно, вообще замечательно все. Именно голубой, голубой. Светло-розовый, светло-розовый. Никуда он там, никаких цветов-розовый шел. Ярко очень смотрится, он голубой цвет. Ярко-розовый смотрится. Ну что, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на мой канал. Жду ваших комментариев. Жду новых подписчиков своих. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok